В Омске прошел первый областной турнир по популярной интеллектуальной игре «Что, где, когда». Организатором соревнования выступило региональное министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта. В молодежном центре «Химик» соревновались 20 команд. Студенты омских образовательных организаций соперничали с независимыми командами, созданными благодаря общим интересам и увлечениям. Наша команда собрана из разных сфер. Мы представители медицины, мы представители юриспруденции, мы представители искусства. Мы решили усилиться разными кадрами для того, чтобы сегодня стать только первыми. И никакого другого результата мы не ждем от сегодняшней игры. Я думаю, что главное наше преимущество – это наша сыгранная команда. Мы уже очень давно вместе дружим. И я думаю, что мысли где-то плюс-минус в одну сторону направлены, а один дополняет другого. И так мы сможем найти верные ответы. Оптимистичное начало. Роль ведущего взял на себя знаменитый чемпион мира по брейнерингу в составе сборной России Борис Белозеров. А владатель крутого приза «Хрустальной совы» искусно разодорил соревнующихся. Остроумные вопросы – вдохновляющий стиль. Мне всегда доставляет на самом деле большое удовольствие помогать, мотивировать региональную молодежь. Это здорово, потому что я сам когда-то таким был. Для меня интеллектуальные игры стали очень важной частью жизни. Они ко многому меня сподвигли. И жизнь мою сделали интереснее и лучше. И я надеюсь, со своей стороны, сделать интереснее и лучше жизнь ребят, которые сегодня пришли. Показать им, что можно играть, получать удовольствие, развиваться, читать книжки, путешествовать. И все это можно будет применить в что, где, когда. Интересные темы, акцент на логику, живое обсуждение – триумф коллективного разума. Серия правильных ответов. В лидеры вышли сплоченные, заряженные на успех командой. Это командная игра, как говорится, круглый стол. И это всегда очень интересно, потому что можно посмотреть, как мы взаимодействуем. Тем более у нас отдел, добровольчество, и хочется уже прокачать себя, потому что где-то не хватает на это времени. Отличные результаты. На 38 вопросов ответили все участники игры. Так что ж там плиться в этом мавзолее 15 секунд? Рекордно. Целых 15 секунд. Мы думаем, что это... Почему? Ну, потому что форма мавзолея такая, что позволяет звуку отражаться многократно по стену и кубок. Это правильно. В более 19 баллов набрали 9 команд, которые вышли во второй этап турнира. Он состоится на следующей неделе. Отметим, что в финале сразятся две лучшие команды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!